Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. В прошлом выпуске я уже жаловался на свою тяжелую жизнь. Так вот, я все еще без камер и продолжаю вас знакомить с Коста-Бланкой. Сейчас я нахожусь на смотровой площадке в городке Педригер, у городской церквушки. Под ногами у меня раскинулся сам Педригер. Вот там, по левой руке от меня, вершина со смотровой площадкой. На ней я снимал ролик, в котором объявлял начало конкурса с розыгрышем термометра, если вы помните. Если кто-то пропустил и хочет посмотреть, щелкайте и смотрите. А прямо за моей спиной, вот там, в 15 километрах море, там находится сравнительно крупный по местным меркам городок Дэния. Но кроме того, что он находится на берегу, интересен он еще и тем, что в нем имеется замок. А замок находится на скале посреди этого городка. Кстати, если вам интересен такой формат роликов, дайте знать. Если будет достаточно большое количество откликов, я пойму, что вам это действительно интересно. И время от времени буду снимать такие вот экскурсы в испанскую действительность. О чем я хотел сегодня рассказать? Дело в том, что я ненавижу пляжный отдых. 15 минут валяния на пляже, я чувствую, что мне немедленно надо куда-то свалить. При этом бесконечные с утра до вечера шатания по маленьким городкам мне тоже не очень по душе. 3-4 часа, и я чувствую, что мне требуется какая-то смена впечатлений. Место, где мы сейчас живем, предоставляет все возможности для самого разнообразного отдыха. Судите сами, пешие походы в горы для самых разнообразно подготовленных категорий граждан. Вот смотрите, карта маршрутов только этого местечка. Здесь и протяженность, и сложность. Можно идти вот по такой удобной тропе в Чили. Здесь даже летом не очень жарко. И разглядывать живописные склоны. Сначала, у начала маршрута, здесь тропа, как вы видите, достаточно широкая, хоть и каменистая. А дальше она сужается, становится более крутой. И склоны становятся более живописные. А можно карабкаться вот по таким камням, проверяя себя на прочность. Я, например, за свои сидячие работы во время карабкания в гору вынужден регулярно останавливаться на то, чтобы продышаться. С пути сбиться трудно. Маршруты размечены вот такими щедрыми мазками краски. Это был пешеходный поход. А можно еще взять в прокате велосипед и пораскатывать здесь по велодорожкам. Их здесь многие сотни. И протяженность маршрутов, как и их сложность, позволяет с легкостью выбрать себе задачу по плечу. Я вам больше скажу. По дорогам у нас круглый год катают велосипедисты стаями. На что вы хотите. Даже в самое глухозимье температура днем редко когда опускается ниже плюс 12, плюс 14 градусов. Сейчас, например, вообще плюс 17, плюс 18. Правда, достаточно неприятный ветер. И в округе постоянно тренируются велосипедисты международного уровня, со всего мира. Кстати, российская велосипедная команда Качуша тоже тренируется в наших краях. Ребята пошут как черти. Моим респект и уважение. Стандартный набор морских развлечений. Ныряние с аквалангом. Я, правда, у них не учился, но не раз видел лодки с аквалангистами. Прикрою микрофон от ветра, чтобы вы хоть что-нибудь услышали. Я, правда, в этой школе ни разу не учился. И понятия не менее, как они учат. Но хочу сказать, что не раз видел их лодки с аквалангистами. В тех краях, где занимаюсь подводной охотой. Для любителей яхтинга в наших краях тоже есть чем заняться. Правда, местная акватория не столь интересна, как в Турции или, скажем, в Хорватии. Марин маловато. Если только отсюда идти на Эйбицу. Здесь до нее меньше 60. Вот туда. То есть один ночной переход. И вы в центре молодежного отдыха. Ну, а теперь я вам традиционно покажу еще одно сетевое заведение. Почему я вам показываю именно сетевое заведение? Да потому что вероятность того, что кто-то из вас поедет в Испанию, конкретно в наши края, и попадет именно в тот ресторан, который я вам показываю, ну, чрезвычайно мало. А вот то, что вы, будучи в Испании, натолкнетесь на такое вот сетевое заведение, шансы гораздо выше. Это заведение, где почуют посетителей тапосами. Про тапосы я вам уже рассказывал. Я вам больше скажу. Мы сейчас с моим приятелем из Америки готовим еще один выпуск, и там я тоже про пивные закуски и про тапосы отдельно рассказываю. Короче, это бутербургная со следующей системой. Привет. Привет. Как жизнь? Нормально. Ролик снимаю. Поможешь? Конечно, не вопрос. Мы сейчас прервемся и продолжим. Сначала набираете закусок, потом едите, а потом официант считает количество шпажек. При этом учтите, что если шпажка вдруг нечаянно упадет под стол, то цена ее значительно возрастет. При этом цена закусок зависит от длины шпажек. Здесь, как видите, аж целых три вида. Ладно. А я заказываю Клару. Клара – это смесь пива и лимонной фанты или кассеры. А в кассере, кстати, даже мясо маринуют. Я сам пару лет назад так измывался над мясом. И, как ни странно, получается даже вполне съедобно. Я немного не понимаю, правда, смысл использования кассеры. Говорят, что она якобы размягчает мясо. Ну, вода с газом. Какая цена закуска или кассера? Это 240. Это 90 и 45. Меня привлекает вот этот вот кусочек. Очень аппетитно, с икоркой. Вот, красота. Ну и можно еще взять вот такое с перепелиным яйцом. О, нет, лучше вот этот. Смотри, хамончик и сыр. Тоже выглядит очень даже ничего. Ты аж прям скуль не глотаешь. Да, водный, наверное. Да, я тебя очень неудачно встретил. Ой, сейчас я разложусь. Так, а я возьму осьминога. Вот эти невнятные тарелочки должны изображать осьминога по-галисийски. Он холодный, с холодной картошкой, но он присыпан патокой красной. Так, ну, наверное, тоже пройдусь по хамончику с перетеринами яйцо. И пройдем туда. Так. Ну, наверное... Это горячие закуски сверху. Да. Выглядят очень аппетитно. По горячей закуске, наверное, вот эту вот странную креветку обмотанную, не пойми, че. Ну, пойдем на улицу. Устроились. Ваше здоровье. Здоровье. Вообще-то, по правилам, тапосом надо называть только вот то, что в таких тарелочках подается. А вот это вот, это пинчес, шпажка. Ну, в нашей округе я как-то чаще слушаю, что все подряд называют тапосы. Да, я вообще люблю тапосы. Лучшие тапосы испанские. Вот как раз пульпа, то, что ты взял, чапироны, видите, что-то, чупитес такие. Я такие даже не видел. Мы обязательно попробуем. Мы же практически в любом испанском стандартном ресторане можно найти такие классические испанские тапосы, которые вот любой турист может себе заказать и не промахнется. Они умеют их делать. Но тапосы вот я люблю больше именно за начинку, а не за булку. Булку я вообще стараюсь не есть. Так себя успокаиваю, что десятая съеденная мною тапос не пойдет в нее в бочок. Ну, ты как вот великий кулинар. Не надо только вот это. Ну, как бы ты вот улучшил это блюдо? Мне вот кажется, что вот эта булка, она совершенно здесь не принципиальна. Можно ведь сделать тоненькие какие-нибудь тостики поджаристые. И шахарики на них бы сделать абсолютно то же самое. Знаешь, я бы вообще без хлеба продавал, все-таки в виде тапоса, потому что сама по себе начинка вот эта вот. Вот все вот эти вот, все на тарелочках мне очень нравится. Я однажды в Барселоне в топе серии пришел поужины. И рядом сели за столик такие классические белые верхнички, четверо мужиков. Видимо, сразу после работы зашли. Галстуки распрустили. И они начали трескать целую кучу из этих маленьких тарелочек. Там фрикадельки какие-то. То-се. Весь стол был заставлен на тарелочках, без хлеба. Вот это меня вот так очень так взбудило аппетит. Я считаю, вот это классно. А вот эти бутерброды, я хочу все-таки больше так, чтобы набить живот. На самом деле их еще называют монтадитасами. И монтадитасы, когда вот они монтады, это когда одно на другое наложено. Монтадитас. Нет, монтар, это когда ты что-то как монтируешь, одно на другое. Как будто ты будешь смонтировать видео. Но на самом деле, мне кажется, что если бы они делали, как ты говоришь, только начинку, то людям бы выхудел очень дорого. Поэтому бешевая лука, она накидывается вверх и как бы... Короче, во всех безоранах примерно одно и то же подавили. Поэтому, если вы захотите в Испании где-то посидеть с друзьями, товарищами, чтобы не заморачиваться по поводу того, кто что-то заказал, выбирайте безоран и не ошибетесь. В течение всех посиделок, всего вечера, просто спокойно отходите каждый раз за стол. Набирайте всего подряд. И главное, не прячьте эти самые шпажки. Кстати, мы с друзьями собрались сейчас жарить мясо на тандыре. Давай ты к нам присоединишься, и мы покажем зрителям, я уверен, что им будет интересно, новый способ готовки мяса в тандыре. Ну, назначай время, я всегда готов. Вопрос. Так что ожидайте и тандыр. Кстати, вот он скромничает и едит. А ведь его друзья называют маэстро де роз, то есть мастер риса. Поэтому, когда мы с тобой поэлю-то покажем, подписчикам? Ну, с удовольствием, давай вот у нас соберемся, сделаем. Может, через пару недель. С нас два ролика, значит. Один про тандыр, второй про поэлю. Ну, вот такое заведение. Спасибо за компанию. Всем пока. До встречи с тандыром.